Приветствую всех на моем канале. Сегодня с вами хочу поделиться рецептом вкус из детства. Это орешки, печенье орешки. Печенье получается очень вкусное. Рецепт сам недорогой, легкий в приготовлении. И достаточно долго тесто сохраняется мягкое и нежное. Для этого нам надо сливочное масло комнатной температуры. Отправляю в чашу, где буду взбивать. Раньше в рецептах использовали маргарин, но я решила маргарин заменить на сливочное масло. Так, по-моему, получается намного вкуснее. Итак, дальше сливочное масло пробиваю миксером до посветления. Приблизительно 1 минуту. Дальше добавляем сахар. Количество всех ингредиентов указываю в описании, внизу под видео. Нажмите кнопочку еще и там выйдется информация. И опять взбиваем. Теперь по одному добавляем яйца. Дальше нам надо соду погасить лимонным соком, либо уксусом. Конечно, раньше лимонный сок был дефицит и чаще всего гасили уксусом, но сейчас можно погасить и лимонным соком. Можно выжать непосредственно сок из половинки лимона, но можно также вот такой вот заменитель использовать в выпечке. Ванильный сахар добавлять я не буду, так как в начинке будет сгущенное молоко, а оно чаще всего идет с ванилью. Добавляем аккуратно вот так. Соль я использую розовую. Взбиваю и постепенно добавляю просеянную муку. Во время нашего детства не так много было разных сладостей. Но эти новогодние, рождественские, домашние сладости, они были настолько простыми и настолько вкусными, что сразу все проверенные рецепты оказывались в домашней тетрадке. В нашем случае у нас в семье была красная книжечка. Рецепт этого теста подходит как для электрической орешницы, так же и для газовой. Дальше беру лопатку и перевожу тесто на рабочую поверхность, чтобы хорошо вымешать, так как внизу осталось еще много сухих ингредиентов. Вот видите? А тесто должно остаться, получится однородным. Долго не вымешивая, только чтобы все ингредиенты собрались и тесто получилось однородным. Муки дополнительно не добавляем, чтобы не забить тесто, и оно не получилось очень жесткое, твердое и сухое. Итак, вот наше тесто собралось. Теперь его надо обмотать пищевой пленкой и отправить на несколько часов в холодильник. Если это не сделать, то во время выпекания будет вытекать очень много сливочного масла. В результате чего получатся сухие и жесткие орешки, скорлупки. Мы этого не хотим, нам это не надо, поэтому лучше всего работать с холодным тестом. Закрываем. И отправляем в холодильник. Можно также на ночь отправить его, то есть вечером приготовить, а утром уже выпекать. Встретимся позже. После того, как тесто простояло несколько часов в холодильнике, вот такую вот, у меня есть вот такая электрическая орешница, я ее включаю и оставляю разогреваться. Пока разогревается орешница, достаю тесто из холодильника, отрезаю небольшой кусок, разрезаю его на кусочки и скатываю вот такие вот... и скатываю вот такие вот небольшие шарики по количеству ячеек в самой орешнице. Попробуем первую партию и посмотрим по размеру... с самих шариков, насколько они большие или маленькие нужны. Открываю орешницу. Наверное, будет очень большой. Поменьше. Да, надо поменьше делать, это будут очень большие. Ну, попробуем первую партию, потом посмотрим. И закрываем. И после того, как прошло 5 минут, у меня на разогретой орешнице, открываю и вот такие вот румяные красивые орешки получаются. Достаю их при помощи зубочистки. Вот так вот накалываю. И достаю. И продолжаю так со всем тестом. А теперь приготовим крем для наших орешков. Для этого нам понадобится вареное сгущенное молоко, сливочное масло комнатной температуры и орехи, которые я предварительно просушила в духовке. Взбиваем сначала сгущенное молоко, постепенно добавляем сливочное масло. Сгущенное молоко и сливочное масло должны быть комнатной температуры. Вот так вот немножко пробиваю. И начинаю добавлять сливочное масло маленькими кусочками. Не пренебрегайте этим правилом, чтобы сливочное масло и сгущенное молоко были одной температуры. Иначе крем не получится отслоиться и пойдет крупиночками. Это очень-очень важный пункт в этом креме. Вот такой вот крем получается. Крем достаточно жидкий, так как он еще комнатной температуры. Сейчас добавлю орехи, а потом уберу его в холодильник на некоторое время, чтобы он немножко стабилизировался. Орехи надо измельчить. Измельчаю я, как всегда, в зип-пакете. Измельчаю и потом отправляю в этот крем. Высыпаю в крем. И аккуратно перемешиваю. И теперь накрываю его и отправляю в холодильник на некоторое время для стабилизации. И отправляю в холодильник. Орешки все испекла, они готовы. Крем прослоял несколько часов в холодильнике. Вот такой вот он получается. И сейчас будем начинять наши орешки. Выберем орешки одинаковые по цвету. Вот такие вот, хочу более загоревшие. Вот эти оборочки все забираем. Можно краешки почистить ножом, а можно также теркой. Тесто настолько мягкое и нежное, что очищается очень легко и ножом. Очень тонкое, очень мягкое и легко очищается. Беру небольшое количество крема. В одну половинку. Не потерять. И другую. Лучше вот этой тыльной стороной удобнее начинять. Не надо добавлять очень много, чтобы не вылазила начинка после склеивания. И вот такой вот орешек получается. Если получится, что начинка где-то вылазит, аккуратно подбираю ложечкой. Вот такие вот орешки получаются. Дополнительно их можно декорировать сахарной пудрой. А сейчас я покажу, какой он внутри. Дегустируем. Невероятно нежный и вкусный. Он прямо тает. Не только во рту, но и в руках. Смотрите, если я немножко нажму, то печенье прямо само рассыпается в руках. Насколько оно нежное. Буквально каждое нажатие и оно рассыпается. Видите? Очень-очень нежное тесто получается. Вы обязательно должны попробовать этот рецепт. Тесто остается мягкое и нежное протяжении нескольких дней. Угостить своих друзей, близких, знакомых, гостей, родных. А также очень хорошо подойдет на подарки в коробочке подарочные. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok